Адонис весенний или горецвет весенний. Это многолетнее травянистое растение от 15 до 60 сантиметров высотой с толстым коротким корневищем и шнуровидными буро-черными корнями. Стебель ребристый, прямостоячий, маловетвистый, покрыт коротким пушком, заканчивается большим желтым цветком. Лечение адонисом весенним, очень популярно в народной медицине. Какие части растения используются в лечебных целях, и как приготовить настой и отвар из этого растения, вы узнаете, досмотрев это видео до конца. Быть здоровым это естественное желание и стремление каждого. Сохранение и поддержание здоровья, помогает нам вести полноценный образ жизни. Фитотерапия является древнейшим методом лечения различных заболеваний. Она существовала задолго до появления фармакологии. Мы стараемся подобрать для вас эффективные и простые в применении рецепты укрепления вашего здоровья. Ведь лучше предупредить болезнь раньше, чем она начнет прогрессировать. Мы будем благодарны, если вы подпишетесь на наш канал. Это будет для нас огромной поддержкой. В народе адонис называют горецвет за ярко-желтые цветки. Заячий мак, заячья трава, мохнатик, старолупка, черная трава, черногорка. Листья многократно рассечены на узкие линейные доли. Цветки одиночные, крупные, от светло-желтого цвета до его золотисто-желтого оттенка. Цветет растение в конце апреля-начале мая. Впервые зацветает в возрасте 10-20 лет. Плоды растения орешки с крючкообразно загнутым носиком. Заготавливается трава во время цветения. Хранится высушенная надземная часть только один год. В лечебных целях используются листья, цветки, стебли и недозревшие плоды, так как в надземных частях содержатся гликозиды сердечного действия. Время сбора растения мая-июль до того момента, как начнут осыпаться плоды. В народной медицине применяется при лечении различных сердечных, почечных, простудных заболеваний. При лечении малярии, судорогах, одышки, коликах. Применяется как успокаивающее и мочегонное средство. Препараты, приготовленные на его основе, расширяют кровеносные сосуды сердца и почек, усиливают сердечные сокращения, мочеотделения, уменьшают отеки, дают облегчение при сильном кашле. Растение ядовито, поэтому при приготовлении препаратов в домашних условиях, необходимо строго соблюдать указанную дозировку. Настой адониса усиливает сердечные сокращения, выравнивает ритм сокращений, успокаивает, способствует расширению сосудов. Возьмите 1 чайная ложка травы адониса, 200 мл кипятка. Траву нужно высушить и измельчить, залить кипятком, настоять 20 минут и процедить. Употреблять взрослым по 1 столовой ложке, 3 раза в день. Отвар адониса весеннего полезен при воспалении почек, одышки, отеке ног и инфекционных заболеваниях. Тиф, гриб, скарлатина и другие. 1 столовую ложку травы адониса залить двумя стаканами кипятка, кипятить 5 минут, настоять 30 минут и процедить. Принимать по 1 столовой ложке, 5-6 раз в сутки через каждые 2 часа. Имеется противопоказание. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.